Всем привет! Сегодня у нас на обзоре телефон Okitel K9 и примечателен в первую очередь данный телефон тем, что он очень огромен. Он выглядит подобным. Сразу же можно заметить, что телефон оставляется в чехле, который довольно сложно снимать, но тем не менее, есть в подарок телефону чехол. И это очень хорошо. Сам же телефон выглядит подобным образом и он глянцевый. И что касательно дисплея, дисплей здесь на целых 7,12 дюйма по диагонали, то есть здесь пространство для дисплея просто невероятная область. И что же, давайте о телефоне поговорим чуть позже, а пока посмотрим на комплектацию, что у нас здесь есть помимо чехла, конечно же. Итак, здесь есть разнообразные инструкции для пользователя, гарантийные талоны. Это нам не нужно. Итак, у нас здесь есть скрепка для открытия лотка сим-карты, что говорит о том, что задняя крышка здесь несъемная. Здесь есть переходник с USB Type-C на разъем под наушники, из чего мы тоже делаем вывод, что разъема под наушники в самом телефоне нет. Здесь есть переходник с USB Type-C на полноразмерный USB порт и кабель подключения телефона к компьютеру. К слову, он довольно-таки интересно сделан под серебро, довольно стильно выглядит. Также под конец здесь есть блок для зарядки данного телефона и на этом комплектация закончилась. Телефон имеет действительно очень большие размеры и что касательно материалов производства, он полностью произведен из глянцевого пластика, а также защищенного дисплея с фронтальной части данного телефона, который выдерживает даже специальные попытки поцарапать его ножом, что не каждый телефон выдержит. Что касательно разъемов и кнопочек, давайте посмотрим. Итак, на правой стороне находится только кнопка блокировки и качелька регулировки громкости. С нижней грани только динамик, разъем под зарядку и отверстие для микрофона. С левой стороны находится только слот под две сим-карты и карту памяти. С верхней грани ничего нет. Из задней стороны расположились сканер отпечатка пальца, две камеры на 16 и на 2 мегапикселя, а также фронтальная здесь камера есть тоже на 8 мегапикселей. Также здесь есть вспышка и на фронтальной части нас встречает уже знакомый нам огромный дисплей на 7 и 12 дюйма, который имеет новомодные скругления по краям дисплея, а также своеобразную безрамочность, которая с таким огромным дисплеем ощущается прям по-новому. Производительность здесь тоже в полном порядке. В данный телефон установлен процессор восьмиядерный Helio P35, который имеет мощность на каждом ядре в размере 2 и 3 ГГц. И этого вполне хватает для того, чтобы любая программа из Google Play абсолютно не лагала, а все анимации происходили максимально плавно. И что можно сказать еще за производительность большинства игр, на данном телефоне тоже идет с завидной плавностью. Что касательно оперативной памяти, то ее здесь 4 ГБ, и ее вполне хватает для хорошей многозадачности, ну и конечно же для каждого отдельного приложения в частности. Своей памяти здесь 64 ГБ, здесь можно это увидеть. А также сюда можно подключить карту памяти еще на 128 ГБ. Ну и что, давайте посмотрим, как данный телефон поведет себя в игре. Субтитры сделал DimaTorzok Что можно сказать в итоге о данном смартфоне? Данный телефон имеет очень большой дисплей и подойдет именно тем людям, которые любят просматривать какой-либо контент именно с дисплея своего телефона. Которые смотрят YouTube всегда на телефоне, фильмы на телефоне, работают на телефоне, а также отвечают на соцсети и так далее. Для данных людей данный телефон будет более чем хорош. Телефон также получил мощный процессор, который справляется со всеми своими задачами. Есть сканер отпечатка пальца, который убезопасит ваши все файлы. Данный телефон получил хорошую камеру, которая довольно-таки детализированные снимки делает, а также батарею на целых 6000 мАч. Поражает, да. Но почему бы в большом телефоне не сделать и большую батарею? Это в принципе ожидаемо. И благодаря этому данный телефон двое суток держит без проблем даже при большой нагрузке. И на этом все. Приобрести данный телефон вы можете в нашем интернет-маркете 2.com.ua. Подписывайтесь на канал. До следующих видео.